Я постараюсь на двух клинических случаях показать сам процесс нашей диагностики, что мы можем говорить и как это происходит, наше послание лечащим врачам. Какие задачи стоят перед врачом-патологом-анатомом при исследовании опухоли почки? Во-первых, это дифференциальная диагностика доброкачественной опухоли от злокачественной. Во-вторых, дифференциальная диагностика первичной опухоли от метастаза. Никому не секрет, что почка – это одна из мишеней других злокачественных опухолей, и они нередко туда также могут метастазировать. Третье, если мы все-таки определяемся, что это первичная опухоль, определение нозологии степени злокачественности грейт-опухоли. Ну и последняя задача, которая до последнего времени, наверное, самая неразвитая именно в данной локализации в опухолях почки – это определение предиктивных маркеров. Ну и при данной локализации потихоньку они, конечно, начинают набирать оборот. Вот первый клинический случай, который я бы хотел рассказать. Оба они достаточно сложные. Пациент – женщина 33 года, образование почки, минимальное количество собственной информации. Это нередко мы получаем материал с таким набором информации. Хорошо, что полые возрасты имеются. И, как видите, здесь минимальный объем материала. Это вот увеличение 1 к 50. Я заранее прошу прощения за обилие морфологических картинок, но морфологи любят глазами, поэтому без них все-таки никак не обойтись. Вот это минимальный объем материала, где-то 2 мм, 2 на 2 мм. И мы пытались максимально получить из него информацию. Здесь видны опухолевые клетки. Такие вот комплексы, разрозненные. В основном такие соленые структуры, ничего не строят. Вот максимально мы можем сказать, что да, здесь имеется опухоль, а на уровне гемотоксиленозина пока больше ничего сказать нельзя. Нельзя сказать даже доброкачественную или злокачественную опухоль, опираясь только на гемотоксиленозин. С чем можно дифференцировать данную опухоль? Во-первых, она чем-то может напоминать уротериальную карциному. Уротериальная карцинома также может такие солидные участки формировать. Местами светлоклеточного строения они могут быть. То есть какое-то пересечение имеется. Но уротериальный рак, в отличие от данного клинического случая, экспрессирует ГАТА-3. На нашем примере экспрессии данного маркера не было. Поэтому уротериальный рак у нас сразу отошел. В итоге весь дифференциальный диагноз вышел у нас на две основные нозологи. Это анкоцитома доброкачественного образования или это хромофобный рак. Если мы возьмем анкоцитому, то средний возраст 60-70 лет. Хромофобный рак чуть моложе 50-60 лет. Но, как мы видим, на это сложно опереться, потому что все-таки примерно одинаковый возрастной диапазон. У мужчин так чаще и то, и другое случается. Поэтому мы также на это не можем опираться. Обе опухоли экспрессируют ЦКИД CD117. Достаточно на высоком уровне. Поэтому это тоже не является дифференциальным признаком. Очень неплохим дифференциальным признаком является экспрессия такого простого маркера, как цитокератин-7. Если в онкоцитоме цитокератин-7 экспрессируется в единичных клетках, то в хромофобном раке идет диффузная реакция на цитокератин-7. Естественно, онкоцитома – это доброкачественная опухоль, а хромофобный рак – злокачественная опухоль с благоприятным прогнозом 5-летней выживаемости 78-100%. Да, при хромофобном раке грейт не определяется. Поэтому не надо пытать ваших морфологов, чтобы они вам сказали, какой степени злокачественности хромофобный рак. Он не определяется потому, что, собственно, грейт определяется на основании ядерных. То есть это, в принципе, ядерный такой показатель. Если мы не видим ни при малом увеличении, ни при большом увеличении ядрышек, то это грейт 1. Если мы не видим при малом увеличении ядрышек, а при большом увеличении мы ядрышки видим, это грейд 2. И если при малом увеличении мы уже видим ядрышки, то, собственно, это грейд 3. Все достаточно просто. Еще есть грейд 4, который, по сути, является саркоматоидным раком, но мы также отдельно об этом поговорим. Так вот, анкоцитома несколько отличается, когда мы имеем большой материал, несколько отличается от хромофобного рака за счет таких более типичных структур достаточно. Хромофобный рак все-таки более такой диффузно и имеет достаточно крупные ядра всегда, поэтому, собственно, грейд и не определяется, потому что это будет неправильно, потому что опухоль в целом низкой степени злокачественности, несмотря на то, что грейд, согласно ядерному индексу, если мы бы определяли, то был бы достаточно высокий, поэтому, собственно, он и не указывается. Ну и анкоцитома, как я уже сказал, имеет такую дисперсную реакцию на цитокератин-7, то есть единичные клетки, видите, коричневого цвета, окрашиваются на цитокератин-7, хромофобный рак же имеет такую диффузную реакцию на цитокератин-7, что позволяет их достаточно легко дифференцировать на уровне иммунгистахимии. Повторюсь, на уровне гемотоксиленозина это бывает достаточно сложно. В нашем клиническом случае минимальный объем материала мы увидели диффузную реакцию на цитокератин-7, что было как раз в сторону, собственно, хромофобного рака. Ну, хромофобный рак впервые был описан в 1985 году. 5,7% всей опухоли почки может быть проявлением генетического синдрома Бёрдхог-Даба, когда идет одновременно поражение обеих почек, биоутральный хромофобный рак и множественная неонкоцитома. Поэтому надо помнить об этом синдроме. Если вдруг поражены обе почки, это необязательно метастатический процесс одного рака в другую почку. Это может быть синхронный рак и синхронный хромофобный рак. Большинство Т1-2 и Н0М0 имеют, собственно, хороший прогноз. Ну, с чем еще можно дифференцировать хромофобный рак почки? Ну, относительно недавно нозология описана, сукцинат-дегидрогеназа – дефицитный рак. Мы в своей практике выявили пока только один случай. Но основная сложность, собственно, диагностики является исследование этой самой сукцинат-дегидрогеназы, потому что антитела, как и ко многим другим нозологиям, антитела сукцинат-дегидрогеназа, к сожалению, не зарегистрированы в нашей стране, и поэтому, собственно, и диагностика достаточно усложняется. Ну, как вы видите, хромофобный рак – такое диффузное строение, светлые места, крупные ядра. И сукцинат-дегидрогеназа – дефицитный рак тоже чем-то может напоминать это. Здесь имеется одновременно наличие светлых клеток и таких эзенофильных клеток. То есть на самом деле морфология может нам напомнить сукцинат-дегидрогеназа – дефицитный рак. Не нужно всем подряд тестировать эту сукцинат-дегидрогеназу, но в ряде случаев, конечно, это необходимо. Если мы посмотрим, то, опять-таки, хромофобный рак – 50-60 лет, сукцинат-дегидрогеназа – дефицитный рак – чаще более молодой возраст – 35-38 лет. А мы помним, что у пациентки пациентка была 33 года, и, конечно, вот этот возрастной диапазон ей бы больше подошел. И то, и другое, опять-таки, чаще у мужчин. Но хромофобный рак позитивен на CD-117 и диффузно позитивен на цитокератин-7. Сукцинат-дегидрогеназа – дефицитный рак же негативен в основном на CD-117 и негативен на цитокератин-7. Поэтому в нашем случае это, конечно, не та обухоль. Потери экспрессии сукцинат-дегидрогеназа являются дифференциальным признаком для постановки диагноза. И также это преимущественно низкой степени злокачественности с частотой развития метастазов в 11% случаев. Клинический случай 2 произошел относительно недавно у нас. Пациент-мужчина, 41 год, опухоль левой почки, клинический T1B-N0-M1. На компьютерной томографии в нижней и средней третьих левой почке определяется образование 67 на 63 на 71 мм. Миллиметр, конечно, прошу прощения, тут опечаток. В 8 и 11 грудных позвонках лидические очаги. На остеостентографии метастатическое поражение костей, рукоятка груди на грудной отдел позвоночника. Опять-таки, да, объем материала, который мы получаем, это, к сожалению, достаточно частое явление, поэтому иногда просто мы даже не можем завершить диагностику ввиду того, что просто не хватает материала. Опять-таки, размер где-то 4 на 1,5 мм. Весь материал, который мы имеем, имеется такая вот опухоль, но при малом увеличении, конечно, мало понятно. При большем увеличении практически особо ничего не строят. Местами такие структуры, напоминающие чем-то табулярные структуры, но есть и более злые вот такие вот участки, с такими полиморфными ядрами, которые особо ничего не строят, с соленого строения. С чем же пришлось нам проводить дифференциальный диагноз в данном случае? Рак из собирательных трубочек, так называемый устаревший белине, в настоящее время ВОЗ не рекомендует использовать данную терминологию, саркоматойным компонентом. Метастаз низкодифференцированного рака, ну или бифазная синвяльная саркома, редкое событие в почке, но тем не менее так же бывает. И именно с него мы начнем дифференциальный диагноз синвяльной саркома почки. Крайне редко бывает, возраст, как вы видите, чрезвычайно варьируется от 17 до 78 лет, опухоль унилатеральная от 2 до 19 см. Прогноз у синвяльной саркома в целом плохой, у синвяльной саркома почки не совсем ясно по данным ВОЗ из-за редкости наблюдения. В нашем архиве мы нашли один случай синвяльной саркомы, именно был в почке, то есть не было изначально других поражений, кроме почки. И чем-то они действительно схожи, и там, и там имеется диффузный такой рост, и там, и там могут экспрессироваться цитокератин и патриотомиабрана-атигена на достаточно слабом уровне. Но всё-таки синвяльная саркома – это более саркоматоидная, естественно, опухоль, она характеризуется такими более веретиновидными вытянутыми клетками, поэтому чем-то, собственно, даже на уровне гендоксилина и азина есть определённые различия. Ну и кроме того, синвяльная саркома почки – это всё-таки действительно саркома, поэтому экспресс определений виментина, достаточно простого маркёра, который характерен именно для всех сарком, для мехкотканных опухолей, синвяльная саркома почки имеет ярко-позитивную реакцию в нашем клиническом случае, но единичные клетки в основном стромально были позитивны, а опухолевые клетки преимущественно были негативны, поэтому даже на таком простом уровне, собственно, можно было сделать вывод, что это всё-таки не синвяльная саркома. Очень хороший маркёр – ПАКС-8, сейчас о нём чуть позже поговорим, и в данном случае была очень высокая экспрессия этого маркёра – ПАКС-8. И вообще, в принципе, когда появился этот маркёр, то диагноз особенно метастатического процесса и верификация первичного диагноза рака почки значительно облегчилась в нашей практике. Он был открыт ещё в 1990 году, но на самом деле в нашу практику, в повседневную, вошёл не так давно. Это биотранскрипционный фактор с парным доменом восьмого типа, транскрипционный фактор, критичный для развития глаз, щитовинной железы и мочепыловой системы. Экспрессируется в опухолях почки, щитовинной железы и женской половой системы. То есть достаточно такой, конечно, широкий маркёр, но, во-первых, это транскрипционный фактор, и это уже здорово, потому что транскрипционный фактор, они экспрессируются даже в очень низкодифференцированных опухлях и всё-таки менее подвержены различным изменениям, артифициальным изменениям материалов, они всё равно как бы остаются. Ну и кроме того, почку от щитовинной железы и от женской половой системы достаточно легко можно дифференцировать. В нашем случае эта женская половой система отпадает по определению, потому что это мужчина, а щитовинная железа отпадает, потому что опухоль была ТТФ-негативной. Вот, например, использование ПАКС-8 в местах метастаза бесперевичного выявленного очага. Вот один из примеров, это совсем недавно, буквально два дня назад у меня был случай, была достаточно сложная дифференциальная диагностика в другом учреждении, они так не пришли, к сожалению, никакому мнению, потому что не было использовано это антитело ПАКС-8. В нашем же случае, его применив и увидев, что ТТФ-1 негатив, мы чётко смогли определить, что это метастаз рака почки, и, скорее всего, это был как раз из собирательных трубочек. Но вернёмся к нашему клиническому случаю. Рак из собирательных трубочек, 1-2% опухоли почки, возраст крайне вариабельный, от 13 до 85 лет, 80% пациентов на момент постановки диагноза имеют метастаз в лимфоузлы, лёгкие, печень, кости, надпочечники, но опухоль имеет достаточно такой своеобразный иммунофенотип, она экспрессирует цитокератин 7 и цитокератин высокий молекулярный вес. В нашем же случае опухоль была негативна на цитокератин 7, цитокератин ПАН имела такая мозаичная реакция, то есть даже вот эти вот структуры, которые напоминают желейстые, практически не экспрессировали основной эпителиальный маркёр. Ну и в ментин также был практически отсутствовал. Мы исключили эмбриональную опухоль, исключили метастаз из рака надпочечника, исключили, опухоль была ПАКС-8 позитивная, исключили метастаз из рака лёгкого, то есть это, несомненно, всё-таки первичный рак почки. Таким образом, мы не могли классифицировать этот как рак из собирательных трубочек, саркоматоидных компонентов, бывая практически негативная реакция цитокератин ПАНа, негативная реакция цитокератин 7. Тубовокистозный рак также не подошёл, тубовокистозный рак позитивный цитокератин 7, и мы были вынуждены на данный материал поставить диагноз неклассифицируемые карциномы почки высокой степени злокачественности ГРЭД-4, потому что саркоматоидный компонент там всё-таки также присутствовал. Классификация ВОЗ нам пока допускает постановку данного диагноза, это та ниша, когда действительно у нас нозология не укладывается ни в одну из групп. Как вы видите, опухоль, во-первых, мы, конечно, ограничены материалом, поэтому мы не можем, конечно, в полной мере определить гистологическую структуру, но иммунофенотип у нас не уложился в одну из нозологий. А всё-таки это была истинная первичная опухоль почки, потому что ПАКС-8 фактор транскрипции экспрессировался. Что же мы ещё можем сказать клиницисту в рамках уже предиктивных маркеров? На данной опухоли мы оценили экспрессию PD-L1. Как вы видите, была очень высокая экспрессия PD-L1, больше 50% клеток экспрессировали, опухоль экспрессировала. Ну и вообще, практически при всех эвакализациях, чем менее дифференцированная опухоль, чем особенно саркоматойный рак, тем наиболее вероятно, что экспрессия PD-L1 будет достаточно высокой. Если мы обратимся к PD-L при саркоматойном раке почки, то при саркоматойном раке почки часто связана с амплификацией ЯК-2, и поэтому достигает высоких значений больше 50% опухолевых клеток. Если мы сравним экспрессию PD-L1 в саркоматойном раке почки в сравнении с несаркоматойным раком, то вы увидите, что в два раза выше экспрессия в саркоматойном раке по сравнению с другими раками почки. Ну и коэкспрессия PD-L1 практически всегда так же наблюдается при саркоматойном раке почки, в отличие от других мозологических единиц. Ну вот еще несколько таких примеров саркоматойного рака почки. Абсолютно недифференцированный такой рак, ничего не строит, грейд чрезвычайно высокий. И опять-таки мы видим очень высокую экспрессию PD-L1. Больше 50%, наверное, практически 100% имеют экспрессию PD-L1. Другое наблюдение с тракматойного рака почки. Опять-таки крайне низкая дифференцировка, высокий полиморфизм. И опять-таки PD-L1 наблюдается в очень большом проценте опухолевых клеток. Практически 100% имеют экспрессию PD-L1. Вот я нашел одно из последних исследований 2019 года. И они показали, что саркоматойный рак почки, если мы используем ингибиторы сверочных точек, то, конечно, повышаем общую выживаемость по сравнению с группой пациентов саркоматойного рака, у которых данные препараты не были использованы. И причем это без выбора экспрессии PD-L1. Если мы еще к этому добавим экспрессию PD-L1, то мы, наверное, еще больше сможем разделить. И все-таки PD-L1, наверное, уже имеет некоторое значение, в том числе и при раке почки. Что бы хотелось в итоге резюмировать в своей презентации? Что при малом объеме материала установление точной нозологии, конечно, затруднительно. Иммунгистохемия может быть в этом полезна, но даже она не всегда позволяет абсолютно точно определиться как в нозологической единице. При биопсине материальной опухоли почки большинство случаев должно проводиться это иммунгистохемическое исследование. Ну и, на мой взгляд, PD-L1 – перспективный предиктивный маркер при опухолях почек. Спасибо за внимание.